МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера. Начинаем подробности. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надежда на миротворцев. Появятся ли на востоке Украины силы НАТО или ЕС? Ультиматум Савченко. Надежда ужесточила голодовку. Сценарий аннексии Крыма и войны. Кто автор, спонсоры и как много хотели откусить от Украины? Не закрывать глаза на русского медведя. На Западе сравнивают Россию с террористами ИГИЛ. Который день Украина пристально следит за событиями вокруг Дебальцево. Что изменилось за последние сутки в этом направлении после того, как украинские войска вышли из города? За ситуацией следит мой коллега Вениамин Трубачев. Он с нами на связи. Веня, здравствуй. Как прошел день? Да, Алексей, сегодня в районе Дебальцево было непривычно тихо. Только изредка слышны были залпы и взрывы. Боевики сейчас продолжают стрелять в этом направлении по позициям украинских войск. Вот даже есть видео с беспилотника, который накануне летал над городом. И вот на этих кадрах, я надеюсь, что вы их видите, видно, как здания в Дебальцево, многие здания разрушены. На улицах нет людей, много огромных воронок в этих вот руинах. До последнего держались украинские военные. Блокпост обстреливали, город постоянно обстреливали. Там с градов, с самоходных и лидических установок, с ураганов. Каждый день много раз. Раз по 150, даже больше. Нам помогло два фактора. Это то, что хранит нас Господь, и фактор неожиданности. И просто первые все парские блокпосты, по ним сразу было видно, что они не ожидали нас там встретить. Вот в районе Дебальцево остаются до сих пор отдельные подразделения украинской армии. Они до сих пор в окружении, продолжают выбираться из кольца. Армейцы выходят в основном ночью, небольшими группами. Зачастую идут без техники, без машин, просто пешком, чтобы боевики их не заметили. Потому что все главные огневые точки на возвышенностях и дороги сейчас контролируются террористами. Сейчас ребята выходят уже сами, кто на машинах, кто пешком. То есть, в принципе, выходят. Ребята выходят, по чуть-чуть выходят. Нам главное, чтобы с нашей стороны не стреляли по ним. Они идут пешком, а это 20 километров. То есть, нужно ждать, ждать, выжидать, идти к ним на помощь. ДИБАЛЬЦЕВА За такое маленькое количество времени обучить обычного гражданского человека так точно повреждать противника, это невозможно. Это, скорее всего, чтобы были просто-напросто военные, действительно, Российской Федерации. Бойцы, которым удалось вырваться из окружения, сейчас на отдыхе идет перегруппировка сил. Некоторым ребятам уже предоставили отпуск. Вот я видел, как военные из Запорожья, например, уже паковали вещи и собирались ехать домой. Они пересаживались из разбитых военных грузовиков, на которых выбирались из окружения, в мирные такие гражданские автобусы. И сегодня вечером они уже должны быть с друзьями и близкими. А пока созванивались с ними, по крайней мере, днем по мобильным. Люблю, люблю. Все, зайчик. Все. Скоро буду. Давай. У-ху! Я иду до дому. Все. Мы выезжали, попали на блокпост сепаратистов. Они даже подумали сначала, они не ожидали, что будем прорываться. Сзади ехали наши танки тоже. Молодцы ребята, хорошо сработали, подбили сразу ихний танк. Раненых сейчас продолжают доставлять в больницы Артемовска. Сегодня весь день там работали операционные. И вот по данным Генштаба, во время прорыва Дебальцевского кольца, 13 военных погибло, 157 получили ранения. И еще 82 человека пропали без вести. Вероятнее всего, это не окончательные данные. Часть военных также попала в плен. Украинская сторона сейчас готова обменять их. Но боевики в последнее время не идут на переговоры по этому вопросу. Алексей. Веня, во-первых, спасибо за работу. И задержу тебя еще на одну минутку. У тебя сегодня день рождения. Самое искреннее поздравление. И от меня лично, и от всей команды подробностей. Спасибо тебе, что этот день ты проводишь на работе, на фронте. Мира тебе и твоим родным. Еще раз спасибо. Это был Вениамин Трубачев. Мой коллега работает в районе Дебальцево. От него узнали самые последние новости. Харьков и Днепропетровск. Вот главные города, которые принимают раненых из Дебальцево. Днем и ночью там приземляются военные вертолеты с бойцами. Их уже более трех сотен. Продолжат мои коллеги. У проходной Харьковского военного госпиталя не протолкнуться. Прямо на пороге волонтеры собирают помощь раненым. Он для вещей. Нужны очень сумки и всевозможные чемоданы. Кроме дорожных сумок, которые пригодятся бойцам для поездки домой, харьковчане несут еду, одежду и деньги. У ребят, которые попали сюда из Дебальцево, нет ничего. Я принесла деньги и небольшую передачку от издательства Харьковского национального университета радиоэлектроники. То, что мы экстром там собрали после всех этих событий. Одягаем у хлопцев. Забезпечиваем их первым необходимым, а самое, ну, милом, шампунями, бритвенными станками, так, чтобы людина выглядала уже людиною. Всего за два дня в госпиталь привезли более 70 бойцов. У большинства осколочные ранения рук и ног. С загипсованной стопой и Александр. В состоянии эйфории, там, выброс адреналина, я даже не понял. Когда получил ранение, поднимули безопасное место, оказали первую помощь. Врачи работают в режиме нон-стоп. Уже провели несколько десятков операций. Сегодня должны привезти еще около 20 раненых. Основная нагрузка идет на Харьков и Днепр. А потом остальное оттуда уже, по возможности, в Одессу, Львов, Киев. В Днепропетровском госпитале раненых вдвое больше. Врачи держат постоянную связь с аэропортом. Когда привозят новых, срочно освобождают койки. 10 человек в тяжелом состоянии. Среди них 23-летний боец из Хмельницкой области. У него отрывная рука. И, по сути, можно сказать, отрывная нога. Буквально несколько часов назад пришел в сознание. Смог написать на листочке свое имя. И сегодня в Кабмине заговорили о том, что в боях возле Дебальцева террористы использовали запрещенное оружие. Предполагают кассетные бомбы. Российские террористы и российские войска каждый раз пользуются новыми-новыми такими наработками. Они запрещены. Очень мало людей знают, как лечить травмы после этого. Однако медики об ином характере ранений пока не говорят. По их данным, у большинства пациентов они осколочные. Лидия Калинина, Александр Яновский, Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности с телеканал Интер. А что происходит на передовой недалеко от Дебальцева? Как наши военные там держат позиции, чтобы войска противника не продвинулись дальше? Узнаем у Ярослава Кречко. Он с нами на связи. Ярослав, тебе слово. Да, добрый вечер, Алексей. Мы сегодня тоже работали на Дебальцевском направлении, но ближе к Горловке. И вот действительно, как сказал мой коллега Вениамин Трубачев, интенсивность обстрелов террористами украинских позиций снизилась. Артиллерия боевиков сегодня работала только в сторону Семигорья. В этом районе, как и на других участках, наши военные выстраивают линию обороны и готовятся к возможным атакам боевиков. Мы для них много что-то приготовили. Но ночью ночь пошла трошки, более-менее спокойно. Сейчас надливое тихо. Было обстрел с миномета. Было выполнено порядка восьми залпов. Попадание было от нашей позиции метров сто двадцать ближайшее. Дальнее, ближе к ТЭС. Порвало линию проводки. Наши военные говорят, что в боях за Дебальцево противник использовал современное российское вооружение. Об этом свидетельствуют и маркировки на осколках снаряда. В частности, по украинским военным стреляли из реактивных систем Торнадо-Г, которые есть только в российской армии. Вот видите ромбики? Это вот каждый ромбик это осколок. Это просто неправильно поделенный осколочный вариант. Вообще он должен разделиться вот на такие ромбики. То есть это на вооружении у кого есть? Это только российская армия такая. У нас нету таких зарядов. Рядом с украинскими позициями поселок Новолуганское. Сейчас между Дебальцево и Горловкой он стал так называемой серой зоной. Из-за постоянных обстрелов там нет света. А вот накануне боевики обстреляли агрокомплекс на окраине села. Один мирный житель погиб, один получил ранение. Крышу врезался снаряд, пробил эту крышу и вот уже упал, уже разряженный. Кто погиб, он молодой парень, 28 лет. Получается, ну как, мать, отец, брат, сестра, все работают у нас. На нашей территории нету никаких ни воинских частей, ни никого нету, но мы постоянно находимся под обстрелом. На эту минуту у меня вся информация. Алексей. Все ясно. Спасибо, Слав. Это был Ярослав Кречко, тоже с новостями из дебальцевского направления. СНБО приглашает на Донбасс голубые каски из Евросоюза и ООН. На таком решении Совета нацбезопасности президент сообщил комиссару ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства. Йоханнес Хан приезжал сегодня в Киев и встречался с главой государства. Петр Порошенко поставил условия. Россия в миротворческой операции участвовать не должна. Еврокомиссар обращения украинской власти взял на карандаш и призвал как можно скорее прекратить огонь на Донбассе. Мы рассматриваем будущую миссию Европейского Союза в рамках спільной политики безопасности и обороны как самый оптимальный вариант миротворческой операции. Хотел бы твердо наголосить, что Россия, как страна-агрессор, не может и не будет брать участие в этой миротворческой операции. Мы не погодимся на такой формат миротворческой миссии, который имеет загрозу легализовать многотысячный российский военный контингент, который и так. Нам таких миротворцев уже хватает. Я принял к сведению решение украинской власти о мониторинге режима прекращения огня. Мы должны вместе, как можно скорее, найти наиболее эффективное решение для обеспечения мира. На привлечении миротворцев президент наставил сегодня в телефонном разговоре с Ангелой Меркель, Франсуа Алландом и Владимиром Путиным. Причем голубые каски потребовал глава государства должны стоять как на линии разграничения на Донбассе, так и на украинско-российской границе. Петр Порошенко попросил лидеров нормандской четверки, здесь я процитирую, не делать вид, будто то, что произошло в Дебальцеве, отвечает минским договоренностям. В результате решили согласовать свои действия уже на этой неделе на уровне министров иностранных дел. И вероятность введения международного миротворческого контингента сегодня обсуждают не только в Украине, но и во всем мире, без преувеличения. Что думают об этом США, Европе, России, выяснял мой коллега Дмитрий Еловский. Вон, на самом деле, еще задолго до речи президента Порошенко ходили слухи о возможности отправки миротворческого контингента на Донбасс. Но генсек Пангимун говорил, нужна официальная просьба от правительства Украины. Придет? Тогда будем решать. Но, впрочем, явно не все в совбезе ООН поддержат эту идею. Уже точно ясно, что российская делегация будет противиться такому решению. Постприэт РФ Виталий Чурки накануне заявил, что введение контингента ООН оказывается противоречит минским договоренностям недельной давности. По его словам, за безопасностью в регионе должна следить так называемая милиция. А по сути, это просто дружины ЛНР и ДНР. А контроль над буферной зоной остается за ОБСЕ. Чего боится Россия, если в регион все-таки придут миротворцы? ООН Чуркин не говорит. Но с ним солидарен и глава Госдумы Нарышкин, который считает, что присутствие ООН в регионе – это такая эрозия минских договоренностей. В ОБСЕ российская делегация тоже уже бьет тревогу. Там говорят, что введение миротворцев, как показывает практика, только замораживает конфликт надолго. Но вот что делать с тем, что сами наблюдатели ОБСЕ жалуются на то, что попросту не могут попасть во многие горячие точки Донбасса, например, Дебальцева, россияне почему-то не говорят. Тем временем, сами европейцы, похоже, готовы серьезно рассмотреть вопрос о голубых касках на востоке Украины. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерико Магерини ждет от Киева официальных и детальных предложений, ну, чтобы обсудить их уже с коллегами. В Вашингтоне такую идею, кажется, тоже поддерживают. Здесь считают, что Украине необходимо время для восстановления и для проведения необходимых реформ. Даже несмотря на риск того, что конфликт может быть как-то заморожен. Однако влиятельная американская газета «Вашингтон-Пост» предупреждает, я сейчас цитирую их сегодняшний материал, «любая международная сила в Восточной Украине только утвердит военные порядки и заморозит процесс соединения нации». Конец цитаты. К ООН, надо сказать, в мире отношения за последние 10 лет довольно существенно изменилась. Многие видят в ней, ну, такой совет старейшин, по сути, не имеющий никакого веса. Но сам факт рассмотрения вопроса о вводе миротворца дает очень четкий сигнал. Украина нуждается в помощи, и этот сигнал должен быть услышан. Дмитрий Ивовский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Ну, а сейчас пообщаемся с замглавой администрации президента Валерием Чалым. Валерий, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к программе. Уже ясно, что вопрос введения миротворцев будет очень непростым, ну, хотя бы учитывая право вета России в совбезе ООН. Как вы оцениваете, насколько высока вероятность позитивного решения этого вопроса? Перш за все, это сегодня нашим приоритетом. Потому что мы, понимали, не отмываясь от мирного шляху, но одновременно обороняющая державу, нет чутких механизмов гарантии выполнения мінских договоров. И сейчас и Россия, и подтриманные нею бойовики, они фактически не примушены для того, чтобы это делать. Единый механизм, который сейчас есть, это миротворчивость. И это абсолютно логичное звернение. Срава в том, что такое вопрос обговорилось, я могу сейчас сказать, даже и в Минске, подчас встречи лидеров в нормандском формате. И там уже говорилось про это, что такая ситуация возможна. Меня немного дивилась заявка по спреду РФ в ООН. Он немного выскочил дальше, чем его руководство. Потому что, на самом деле, его логика дещо дивна. Можливо, таким чином, будь-які дії протиреча статуту ООН. А можливо, взагалі він порівнює будь-які рішення з Конституцією РФ. Для нас це неприйнятно. Ми вважаємо, що це нормальний логічний крок. І ми будем звертатися через відповідні механізми і до ООН, Радбезу, і до Ради Європейського Союзу. Ми розраховуємо на те, що це буде саме європейська місія, але вона потребує також рішення Радбезу. Якщо Росія таке рішення заблокує, а ви вже сказали, що сьогодні є вже такі заяви, це буде свідчити про те, що Росія хоче йти далі. В наступальних діях, в діях до ескалації ситуації. Якщо буде погоджено, тоді ми перейдемо до іншого формату. Я вважаю, що після мінських переговорів, очевидно, що сьогодні Росія є не тільки гарантом, як завжди називалось раніше, але й стороною і конфлікта, і, можливо, вирішення конфлікта, залежно від того, яку позицію займе президент Росії Володимир Путін. Очевидно, що ми маємо сьогодні присутність вже російських підрозділів, але при тому ми знаємо, що Росія ядерна держава, член Радбезу. Тому, в принципі, я думаю, ви праві. Тоді це проявиться очевидно. І таке блокування, яке вже сьогодні відбувається, свідчить про те, хто налаштований на ескалацію, а хто налаштований на деескалацію конфлікту. Валерий, давайте все ж поподробні немного самої ідеї введення миротворців. Наскільки вона изучена? Какі є плюси, минуси? Єдинний ли це наш шанс на сьогоднішній день? Ність ли вероятності того, що це розтянет конфлікт на Востокі на десятилетия? Ну, ви знаєте, насправді ми йшли шляхом залучення ОБСЄ. І ми, з одного боку, вдячні місції. І зараз, до речі, я сподіваюся, що вона направиться в ті місця, де в аеропорт Донецький до Маріуполя, до Пірвомайська, де продовжуються обстріли. І хтось має засвідчити, хто порушує якраз режим припинення вогню. Це зараз ОБСЄ може робити, але, як ми бачимо, в Дебальцево їх рух був фактично заблокований. Тому нам потрібні більш ефективні механізми. І якраз миротворча місія – один з таких механізмів. Наскільки це реально? Я вважаю, що це реально, тому що сьогодні 31 місія Європейського Союзу за останні 10 років працювала. В ООН є багато місій. І очевидно, що все залежить від динаміки ситуації. В будь-якому разі це опрацьоване рішення, як варіант реагування на ескалацію ситуації. Воно підготовлено. Було, як ви зазначили, прийнятої Ради національної безпеки і оборони. Потрібні ще рішення парламента українського. Але, врешті-решт, ми очікуємо на початок серйозної роботи по аналізу ситуації, координації дій між Європейським Союзом, Сполученими Штатами, членами Радбезу. І, врешті-решт, вони мають сказати своє чітке вже слово, тому що мова йдеться сьогодні не про загрозі тільки Україні, а про загрозі безпеки в Європі і в світі в цілому. Дякую, Валерий, все ясно. Уже не в первый раз ви нам помогаєте, расставляєте точки над «и». Еще раз спасибо, що приняли участие в програмі. Це був замглава администрації президента Валерий Чалый. Ну а що думають політологи о введенні миротворческого контингента? Давайте послушаємо їх мнення. Необходим полномасштабний, чи полноценний, я не знаю, як сказати, воєнний контингент, который би обеспечив реальне перемиря. І вторий момент, чим визвана необхідність миротворців, взяти під контроль українсько-российську границю, которую сейчас контролирує фактически ДНР, ЛНР, і которая является окном войны. Получиться это? На данном этапі не получится. Россия заблокирує це решение, поскольку оно приймається совбезом ООН. Россия – постійний член. Є сейчас, їй не інтересно, це предложение. Єдиний позитивний момент від цього – те, що дійсно не будуть гинути люди, дійсно не будуть гриватися снаряди. Дуже цікаво, що коли два тижні тому, саме з цією ідеєю виступив опозиційний блок в парламенті, практично всі політичні сили, які входять до коаліції парламентської, почали критикувати опозиційний блок і говорити про те, що це неможливо. І про президентські сили, і про прем'єрські сили говорили про те, що це повний нонсенс. Очевидно, що, напевно, потрібно іноді радитися з коаліції і з опозиції. І що відбувається в оккупуванних містах? Ми дозвонились жителям Донецка і Луганська. За дня в день вони нам розповіють о тому, як живуть, і що там відбувається, що вони відбувають. Давайте послухаємо. Дякую за перегляд! 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 И последний инцидент совпал с выходом достаточно жесткого интервью министра обороны Великобритании в газете «Таймс». Майкл Феллон впервые с начала военных действий на востоке Украины позволил себе столь резкие высказывания в адрес Кремля. В частности, предупредил Европу, что Путина стоит бояться гораздо больше, чем террористической организации «Исламское государство». Также министр предположил, что следующие на пути Кремля страны Балтии, Латвии, Литве и Эстонии следует быть готовыми к тому, что на их территории Россия использует тактику дестабилизации, как это было в украинском Крыму. А значит, НАТО должно быть готово к агрессии со стороны России. Заявление британского министра не оставили без ответа в Москве. Заявление господина Феллона, конечно, уже за гранью дипломатической этики и совершенно нетерпимой характеристики, которую он дал Российской Федерации. И еще о развенчании российских мифов о невмешательстве России в конфликт на Донбассе. Только вчера мы рассказывали об отчете журналистов, которые доказали, что украинскую армию бомбили с территории России. А вот еще доказательства прямого участия России. На этот раз официальное Министерство иностранных дел Великобритании. Ведомство опубликовало фотографии, сделанные на востоке Украины. На них новейшие российские системы противовоздушной обороны «Панцирь-С-1», которых нет на вооружении украинских войск. Эти снимки сделали в последние несколько недель в Шахтерске и Донецке. То есть в британском МИДе не сомневается, что Россия поставляет сепаратистам военную технику. Светлана Чернецкая и Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала «Интер». Надежда Савченко отказалась от инъекции глюкозы. От катетеров у нее воспалены вены. Адвокат Надежды Николай Полозов сообщил, что его подзащитная написала обращение к ПАСЕ. Украинская летчица просит, чтобы ее обследовала международная команда врачей. Надежда не доверяет медикам-изолятора и немецким врачам, о визите которых сообщила федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации. Савченко голодает более двух месяцев, протестуя против незаконного содержания и требуя возвращения на родину. Телеканал «Интер» обратился в Генпрокуратуру Украины с жалобой на действие надсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Надсовет провел неплановую проверку телеканала. Этим, согласно закону Украины, превысил свои полномочия. В своей жалобе телеканал указал на действующую норму. Но проверки без разрешения кабинета министров или же самого телеканала запрещены. Несмотря на это, надсовет проверку провел и вынес второе предупреждение «Интеру». Вот как прокомментировал ситуацию глава правления телеканала. Сейчас, согласно законодательству, они не имели права приходить и проверять телеканал «Интер» без разрешения кабинета министров. Такого разрешения у них не было. Пытаются душить свободу слова и пытаются закрыть телеканал «Интер» таким образом. Пытаются лишить наших зрителей любимых программ. Сегодня годовщина смерти журналиста Вячеслава Веремия. Возле места, где произошла трагедия, установили мемориальную доску. В прошлом году на углу Владимирской и Большой Житомирской Веремий попытался снять на камеру тетушек в камуфляже и масках. Вячеслава жестоко избили, в госпитале он умер. У Веремии остались жена и маленький сын. Убийство журналиста расследуют уже год, но пока безрезультатно. Виновные до сих пор не наказаны. Когда я тут зловила одного тетушку, так он виявился безневинным. У него два дитинка, маленькая дома. Ну так, извините, у меня тоже племянник остался без отца. Крисин Юрий. Я вот это, что до смерти забил его на этом месте, где мы сейчас открываем ему дождь. Как это так, безнаказанность такая? Расследование очень плохо идет. Я уже собираюсь идти до генерального прокурора в понедельник, потому что я вижу, что дела не будет никакого. 55 активистов Майдана до сих пор остаются в списке пропавших без вести. Об этом сообщают в поисковой инициативе Майдана. В организации также рассказывают о людях, связь с родными которых прервана. Либо неверно указали номера телефонов, либо оставили некорректную личную информацию. Сегодня Печерский суд Киева снова решает судьбу Александра Ефремова. Главный вопрос, арестовать или нет, по новым обвинениям. Они касаются выступлений бывшего главы фракции партии регионов. Последние новости из зала суда нам расскажет Екатерина Лысенко. Она с нами на связи. Катя, ну что же, какова судьба Ефремова далее? Что-то известно или нет? Дали все добрый вечер. Ну, судьба пока неизвестна, потому что судебное заседание началось в 17.30. И длится до сих пор. Оно проходит в закрытом режиме. Прессу в зал не пускают. Сегодня, напомню, суд должен решать избирать меры пресечения для Александра Ефремова. По второму делу Ефремова обвиняют в разжигании межнациональной вражды. Ее представители прокуратуры усмотрели высказывания Ефремова, сделанных в Верховной Раде. И сегодня, еще до начала суда, нам удалось записать интервью с Александром Ефремовым. И вот, что он думает относительно выдвинутых ему обвинений, предлагаю послушать. Прокуратура по второму делу даже попросила закрытое слушание. Суть дела заключается в том, что взяты мои три выступления официальных в Верховной Раде, на Погожейной Раде, на Преспонте. Эти выступления передали эксперту. И эксперт делала заключение, что в моих выступлениях содержится разжигание национальной розни и этнического противостояния. Вы знаете, я с большой вероятностью думаю о том, что будет принято решение меня изолировать. Около пяти вечера Ефремов прибыл в суд, но, к сожалению, услышать позицию прокуратуры нам не удалось. Не удалось, представители прокуратуры не дают комментариев, поскольку заседание суда закрытое, мы не можем услышать позицию обвинения и в суде. Судебное заседание длится до сих пор. Около семи часов вечера был короткий технический перерыв, после чего судья и участники процесса вернулись в зал. И вот, по последней информации, судебное заседание длится до сих пор. Алексей. Спасибо, Кать, за информацию. Это была Екатерина Лысенко. Она следит за судебными процессами по поводу Александра Ефремова. И это не все новости сегодняшнего дня. Во второй части подробностей расскажем о таком. Депутаты-нелегалы. Как члены немецкого Бундестага попали на оккупированный Донбасс, что они там делали и с кем встречались. Наркобарон в погонах. В Одесской области на торговле зельем попался высокий милицейский чин. Госпитализация вместо оздоровления. Какую ягоду подложил Китай Австралии? За помощь российской и сепаратистской пропаганде на Донбассе его сначала отстранили, затем уволили, но он продолжает игнорировать украинские законы. Коллектив концерна РРТ утверждает, их директор, уволенный в начале этой недели, не только беспрепятственно проходит на территорию РРТ, но и продолжает фактически руководить предприятием. Мало того, увольняет тех сотрудников, которые помогали расследовать финансовые махинации концерна и факты оплаты из госбюджета вещания сепаратистских и российских каналов. Главный бухгалтер компании, которая дала полные показы комиссии, что была создана урядом. И благодаря ее показам и информации удалось детально, объективно расследовать все те злочины, которые совершались передним руководством корпорации. Пивнюк ничего лучшего не выгадал, как просто на конец своей работы в корпорации извольнити головного бухгалтера. Это исключительно расправа и месть человеку, который дал обличительные показания на государственной комиссии. Вылазка на фронт. Немецкие депутаты нелегально побывали на территории оккупированного Донбасса. Для чего и с кем встречались? Все подробности выясняла Татьяна Лагунова. Самостоятельно. Через Москву и Ростов-на-Дону. После пересечения российской границы был пост, так называемый ДНР, оборудованный как обычный погранпункт. Там записали наши данные и мы довольно быстро его прошли. Штамп в паспорт нам не ставили, хотя я бы хотел его иметь своего рода раритет. Попасть на Донбасс, как сообщают СМИ, депутатам помогали представители зарегистрированного в России фонда землячества Донбасса и коммунистической партии России. Ну а в самом Донецке они встречались с лидером сепаратистов Александром Захарченко. Хотя депутаты говорят, это была вынужденная встреча. В Донецке мы провели короткую встречу с Захарченко. Это не входило в наши планы, но мы не могли избежать этой встречи. Сейчас депутаты комментариев не дают. Герки по семейным обстоятельствам, Гунка работает в округе. Но на следующей неделе они появятся на заседании парламента. И наверняка им придется отвечать на вопросы коллег. Понимали ли оба, что нарушают закон Украины? Что потом их поездки российские СМИ придадут политический окрас? И по какому маршруту они поедут на Донбасс в следующий раз? Герки и Гунка уже проанонсировали, что снова собираются в Украину. Татьяна Лугнова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Оборотни в погонах. В Одесской области высокопоставленный милиционер крышевал наркобизнес. Подробности в материале наших корреспондентов. Полкилограмма героина и 500 тысяч гривен, вырученных за сбыт наркотика. Так в руки сотрудников СБУ и прокуратуры попала крупная рыба. Известно, что это один из руководителей отделения милиции Авидиопольского района. Более того, по нашим данным, замначальника РОВД по общественной безопасности. По официальной информации, 33-летний страж порядка вместе с поддельниками продавал в Одесской области героин. Более того, обеспечивал безопасность наркоторговцев, в случае чего должен был прикрыть их, используя связи или предупредить в случае неожиданной проверки. Помимо этого, он и сам участвовал в их реализации. Ему давались образцы, которые он показывал ряду лиц, сбывал сам, либо так называемый крышевал вот эти действия вот этой преступной группы. Дома у милиционера нашлись и пробники героина, и деньги за него. Наркогруппу выслеживали несколько месяцев, собирали неопровержимые доказательства. Доля офицера милиции в прибыльном бизнесе варьировалась в зависимости от количества и качества наркотика. Полкилограмма он продал, то есть где-то это 500 тысяч он за них, точнее, эта группа за этот наркотик получила. Ему предполагалось 5-10% от этой стоимости. Сейчас Авидеопольский милиционер задержан. Судить, скорее всего, будут сразу по нескольким статьям. Стоит отметить, что правоохранители Авидеопольского района и раньше баловались наркотиками. Буквально месяц назад задержали начальника тамошнего отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и его подчиненного. По данным следствия, от лица проститутки они размещали в интернете объявление. Приглашали мужчин на интимную встречу, но прийти просили обязательно с марихуаной. Затем клиентов просто шантажировали открытием уголовного производства. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Государственная УкрНавта сегодня попыталась судиться с кабинетом министров. Цель исключить представителей государства чиновников Нафтогаза Украины из аукционного комитета по продаже нефти и газа. Но Кабмин не успел подготовить все материалы к заседанию. Объективно на это у чиновников было всего два дня. Поэтому судьи окружного административного суда столицы решили слушание перенести на 5 марта. Представители УкрНавты были против съемки в зале суда нашей съемочной группой. Объяснить свою позицию отказались. И вот как прокомментировал заседание представитель Нафтогаза. А вот как прокомментировал судебное заседание народный депутат от блока Петра Порошенко Сергей Лещенко. На своей страничке в фейсбуке он пишет, что цель иска вернуть старую схему привата, по которой продавали своим же фирмам сырье УкрНавты с эксклюзивной скидкой 15%. Конец цитаты. Как известно, группа приват контролирует госкомпанию УкрНавта, хотя у государства контрольный пакет акций, поэтому Лещенко называет ситуацию абсурдной. Почему, Джен, нахальные гости? После матча Парис-Сан-Жермен, Челси, английские болельщики из Франции уехали, но оставили после себя скандал. Да еще и с российским душком. Подробнее София Гордиенко. Английские фанаты гости неспокойны. Их любимое развлечение это выпивка, демонстрация бледных филейных частей, песни и пляски. Но в Париже этим не ограничилось. Возвращаясь с матча, они посягнули на святая святых французской республики. Свободу, равенство и братство. Вот на видео Сулейман, француз маврикийского происхождения, пытается войти в вагон метро. Конец рабочего дня. Он возвращается в пригород к жене и детям. Что мужчине говорили фанаты, неясно. Как и большинство французов, парень не силен в английском. Его просто вытолкали из метро, а после еще и спели. Мы расисты, и нам это нравится. О случившемся вряд ли стало известно, но свидетели выложили видео в интернет. И Сулейман решил, если уж позор стал достоянием общественности, то его стоит разделить с англичанами и с французами. Ведь за 7 минут препирательств полиция не появилась, а работники метро даже не вмешались. Если бы их хотели задержать, это тут же бы сделали. Я решил обратиться во все ассоциации по борьбе с расизмом и подать в суд. Теперь на фанатов объявлена охота. Даже клуб Челси призвал всех, кто был на матче, опознать парней на видео. И похоже, некоторых уже нашли. Им как минимум могут запретить посещать игры. А как максимум, упечь места не столь отдаленные, где темнокожие мужчины в татуировках. По-своему борются с расизмом. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Джен Псаки решила покинуть свой пост. Чем отравлены ягоды из Поднебесной и почему пусть и райот не могут дышать. Об этом они только. Далее в нашем обзоре. Пусть и райот презентовали видеоклип на англоязычную песню «Я не могу дышать». Это баллада о полицейском насилии, беззаконии и лжи. Марию Алехину и Надежду Толоконникову вдохновила американская история. Когда стражи порядка задушили темнокожего парня. В песне девушки провели параллели с ситуацией в России, где ОМОН безнаказанно бьет людей. Вместо витамина А – гепатит А. В Австралии растет паника из-за вспышки заболевания, которую вызвали замороженные ягоды из Китая. Большую часть продукции уже отозвали. Однако власти обеспокоенные ягоды могли массово использовать в детских садах и школах. Последние исследования показали около 90% грунтовых вод Поднебесной загрязнены пестицидами, 65% критически. Ватикан усиливает меры безопасности. Швейцарским гвардейцам приказано быть особенно бдительными и осторожными. В апостольской столице подозревают. Атаки, которым подверглась редакция Шарли Эбдо в Париже, могут произойти и у них. Ранее власти Италии решили усилить охрану улиц и туристических мест. Потенциальных террористов будут вычислять 5000 военных. Миру мир и всем спокойствия. Вот что пожелали большинство китайцев, встречая Новый год. По местному лунному календарю это уже 4713-й. Отмечали традиционно ярким пиротехническим шоу, правда, куда более скромным, чем раньше. Из-за экологических проблем власти ограничили продажу фейерверков. Традиционно китайский Новый год приурочен к зимнему Новолунию. Из года в год его дата меняется. Официальный представитель американского газдепа Дженнифер Псаки беременна. И поэтому 36-летняя чиновница покидает свой пост. Однако без работы не останется. С апреля станет пресс-секретарем президента Обамы. Пополнение в семье Псаки ожидают в июле. Лос-Анджелес в Алых Тонах. На Голливудском бульваре начали стелить знаменитую красную дорожку. Все секреты о символе Оскара знает мой коллега Дмитрий Анопченко. Вот уже более полувека Оскар невозможен без одного из своих символов красной ковровой дорожки. Все говорят, красная дорожка, красная дорожка, открою вам секрет. На самом деле красной она будет смотреться только на ваших телевизионных экранах. Ну а Оскаровский ковер, вот у меня эксклюзивно есть фрагмент, он бордовый с малиновым оттенком. Дело в том, что в день церемонии, в день трансляции здесь будет столько софитов, что в свете ламп ковер и действительно будет смотреться ярко-красным. Чтобы расстелить Оскаровский символ, каждый год вызывают 21 человека. Лучших мастеров, которых можно только найти в Лос-Анджелесе. За два дня им нужно выложить 2000 квадратных метров ковра. Общий вес ни много ни мало 5 тонн, но доставить и разложить дорожку еще не самое сложное. Задача номер один – замаскировать каждый стык. Ковровую команду в Американской киноакадемии уважают абсолютно все, даже звезды. Ведь стоит только одному из этих людей забыться и не заделать крохотную щель или вздутие на дорожке. Как любая звезда мгновенно потеряет репутацию, растянувшись на глазах у миллионов телезрителей. Когда, к примеру, обладательница Оскара Дженнифер Лоуренс упала на красной дорожке, целое расследование провели. Но сама актриса заступилась за мастеров, мол, ковер идеальный. Она просто зацепилась за подол пышного платья. Сколько существует Оскар? Красный ковер для церемонии изготавливают на одной и той же фабрике в штате Джорджия. И вначале он белый. А потом неделю вручную ткань покрывают красной краской, состав которой хранят в секрете. А ее главные свойства – уникальный цвет и стойкость, чтобы не испачкать платья голливудских диф, которые уже через трое суток выйдут на дефиле. Из Лос-Анджелеса Дмитрий Анопченко, телеканал «Интер». Это все подробности на сегодня. Я благодарен вам за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok